Чтобы мне сейчас, кроме того, что вот если хоть одному человеку вызывает такое чувство, как нашего дорогого Сергея, это значит, что не имеет значения моё мнение, потому что оно случилось. Спасибо. Я целиком погоджусь с тобой. Игорь, ну ты сделал дивовижное, потому что прийняти Сергея Васильевича речь надзвичайно тяжкая. Знаете, я не хочу глузувати, шанового коллеги. Насправді, мій великий учитель Володимир Яковлевич Ворошилов щодеколи сказав, что его не здействована мрія, это когда знавец щодеколи, хвилюющись, помре под час игры. На счастье, такого не произошло, я сподіваюсь, никогда не произошло, но эмоции, слезы я впервые вижу на «Эксфакторе», и это означает, Ира, что ты молодец. Это по-перше. По-друге, я хотел бы сказать такую вещь, что будет, и то, что просит Иван Дорн, будет стоять и спевать, но она умеет намного больше. И вона реально, правильно сказала Оксана, вона для меня втілення девчини с мюзиклом, який все, все, все підвластне. Я хотел бы побажать всем вас, вибачте, я хотел бы побажать всем вам, шановні глядачі, коли вы повертаетесь туда, где было ваше детство, где-то, где-то были приятные для вас места и вещи, чтобы они, когда вы повернулись через несколько лет, были еще лучше, чем вы их видели и запоминали. Я не люблю ностальгии, я хочу смотреться вперед. И, до речи, что до апельсина, ну, треба же было, так вот, Оксана, вибачте, я тебе обещаю апельсин, до речи, по-моему, потім за гарный выступ. Да? Будь ласка, повернись и подивись на великий экран. Не-не, повернись и подивись, там відбудется диво. Ну, молодець, молодець. Категорія 25+, мы никогда не брешемо. Ну, сегодня молодець. Любые слушатели, мы хотим, чтобы у вас...